Привет друзья! Сегодня едем на остров Колан. Сделаю обзор этого острова, обзор пляжа, посмотрим. Сейчас мы сели на паром. Паром стоит 30 бат с человека. Так выглядит паром. Колан это один из тех островов, которые рекомендуют к просмотру, когда находишься в Паттайе, как один из островов, у которого два хороших пляжа. Сегодня посмотрим как минимум один из хороших пляжей, как выглядят хорошие пляжи в Паттайе. Это второй пляж на острове Колан, называется Таваен. На пляж Таваен катер идет напрямую, то есть он огибает остров и прямо приходит на пляж, не надо никуда ехать. Вышел с парома, с катера с парома и сразу на пляже. Я назвал это с первого, как только увидел, китайский ад. Миллион китайцев. На пляже непосредственно лечь невозможно, очень тяжело, потому что очень влажно, но на песке долго не пролежишь. А вся остальная линия, это вот шезлонги, которые продаются по 100 бат. И получается просто спрятаться в тенечке не получится, надо только покупать шезлонг. Это крайне неудобно. Поэтому на Таваен я не рекомендую ехать, объезжайте этот пляж стороной и едьте на любой другой пляж, только не сюда. Ну, если только вы не любитель китайцев или не любитель платить по 100 бат. Ну, у нас семья 4 человека, мы просто не видим смысла даже оставаться здесь за 400 бат, потому что 400 бат это где-то... Привет, Оля. Удачи. Ну, 100 бат это 3 доллара. Причем, несмотря на то, что на пляже очень много народа, 99% из которых китайцы, вот там видите катера, там мы вышли, паромы, мы вышли и по мосту можно идти направо и налево, но налево большой пляж, направо там маленький и только шезлонги с донтиками, которые надо покупать. Налево вот где мы сейчас находимся большой, но первая ближняя к парому, к мосту, это часть пляжа, она вообще как там китайцев, как шпрот в банке. Сюда дальше народа поменьше, причем пляж широкий, белый, но мы нашли единственное дерево, которое мы нашли на всем пляже, мы под ним и сели. То есть на всем пляже только одно дерево, где можно так посидеть в тени бесплатно, больше в тени бесплатно посидеть нигде нельзя, только под зонтиками на шезлонгах за 3 доллара, за 4 доллара с человека, ну чуть меньше, 4 с половиной доллара с человека. Единственное дерево, как я уже сказал, которое мы нашли, вот оно прямо за кругами и за желтой уточкой, мы под ним сели и на нас смотрели недовольно тайцы, которые под это дерево продавали свои коврики, ну тоже наверно в аренду, мы даже не спрашивали сколько стоит, мы просто прогнали китайцы, сказали, что у нас свое полотенце, он сидит недовольный, грустит. Заход, несмотря на то, что пляж сам по себе, ну очень-очень много народа, заход в воду и вода очень хорошая, можно идти далеко, аж до лодок впереди и будет всего лишь по пояс, чистая вода очень и дно очень хорошее, песчаное хорошее дно, то есть вот именно заход в воду на 5 из 5, вода теплая, в воде китайцев мало, они не очень любят купаться, купаются только наверное тайцы, может еще какие-нибудь, сами китайцы они, ну они не очень любят купаться, а у них это не принято культурой. Мы были в Хайнане недавно, в Хайнане тоже никто не купается, они укутанные сидят на берегу, наслаждаются закатом или просто днем, у них считается, у них нельзя, ну не принято загорать, если китаец загорелый китаец, значит он крестьянин какой-то из деревни, все модные китайцы они не загорают, но причем любят при этом пляж, они просто одеты в шапках, лицо чем-то завязывают, тела чем-то свое там покрывают, ну я же говорю, то есть в воде китайцев почти нету, купаться комфортно, а на пляже, ну вот я снова навел камеру на дальнюю часть пляжа, там их миллиард, наверное все, весь Хайнань, наверное, приехал сюда, им здесь рядом, вот наша часть пляжа, она, ну более-менее свободная, но снова же, вот эта часть, которую я сейчас показываю, пляжная линия, на ней очень влажная и очень жарко, если положить здесь коврик и лечь загорать, можно сгореть, наверное, за час просто стать афроамериканцем, а вот там дальше деревьев тоже нету, снова же, дальше это шезлонги по 100 бат, и за вот этими желтыми кругами наше единственное дерево, под которым мы загораем такой вот обзор двух пляжей у нас получился, так что еще здесь два пляжа есть, но мы, наверное, их уже не увидим, но на остальные два пляжа тоже напрямую с пирса не доберешься, только на токтубках, поэтому я думаю, там с народом полегче, то есть полегче, посвободнее тоже, и наверняка есть деревья и тени, где можно спрятаться. Сейчас 3 часа, и здесь к 3 часам очень сильный отлив. Вода была, но когда мы приехали в 11, вот где идет эта собака возле вот этого банана, а сейчас смотрите, как далеко она отошла. Поэтому можно как раз увидеть, насколько хороший здесь пляж с утра, вот это все песчаное дно, камышков почти нету, чистое, без мусора. Вот здесь, где я сейчас иду, это уже вода была, ну не по пояс, здесь нету по пояс, здесь можно далеко идти и будет мелко, но где-то чуть-чуть ниже пояса это уже была вода прозрачная. А как раз на глубине стоят все яхты, сейчас мы к ним подойдем. Вода не везде уходит, и остаются маленькие островки, но это выглядит довольно оригинально. Идешь сначала по воде, потом по песку. Песок хороший. Трактором вытягивают скутеры на берег. Вот так выглядит их маленький порт, где они катают туристов на бананах, катают на лодочках. Просто, наверное, паркуется очень много разных лодок. Это выглядит красиво. И отлив выглядит красиво. Сейчас большинство китайцев 3 часа уже убежали, уехали на пароме обратно в Паттайю. И здесь можно погулять. Но очень жарко, 31 градус. Наверху на горе стоит Будда. Отсюда плохо видно. Огромная голова Будды видна. Будда больше, наверное, раза в два дома, который стоит рядом. Такой обзор у нас получился двух пляжей. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Спасибо за просмотр.